Вон еще зазор вела. Привет-тос! Рад снова всех видеть. С тепла велосипеда. Дорога. Вельчик увешанный. С сумками. И бесконечный путь вперед. По обочинам лежит еще снежок чуть-чуть. Местами много талой воды. И вот интересно, насколько то место, которое выбрал сегодня я, окажется пригодным для ночлега. Ночлег. Проехал я 55. Вон стоит мой малыш. Красивый. Становился перекусить. Сейчас чуть-чуть перекушу и потолю дальше. А есть один маленький нюанс в одиночных походах, которым очень хочу поделиться. Как ни крути, одиночные походы, велосипедные, обычные, вещь достаточно волнительная. Сейчас громыхалка проедет, закончу эту мысль. Все равно одному тяжелее. Я говорил об этом в видео с первого велосипедного похода. В том плане, что ты ответственный за все свои решения сам. Тебе не с кем посовещаться, не с кем принять решения, не с кем взвесить все плюсы и минусы. Ты сам с собой принимаешь все решения. И так или иначе, перед выездом всегда волнительно. 50 километров назад я думал, блин, как что будет, куда еду, опять новая локация, опять новая разведка. Непонятная погода, непонятно высохло ли, как, что, почему, куда, зачем. А может не ехать, может найти с кем поехать и так далее. Но хоп, ты начинаешь крутить педали и все пропадает. Волнение сменяется на предвкушение, ожидание каких-то приятных событий, приятных мест, заката, рассвета, ночевки, обедов, ужинов. В общем, всего того, за что мы любим выезды на природу. А жизнь налаживается. Вышло солнышко, стало ощутимо теплее. Единственное, только ветер задувает сегодня. Ощутимо. Но не страшно. Но я думаю, вам слышно, что задувает ветер. И, надеюсь, сквозь него слышно хотя бы немножечко меня. Природы стало больше, как вы можете видеть на фоне. Машин стало поменьше. Появилась широкая обочина. Так или иначе, в каких бы условиях оно ни происходило, это небольшое путешествие и прекрасное приключение, которое вырывает себя из накатанной обыденности, когда ты четко знаешь свое расписание, четко знаешь во сколько, где. И когда ты встанешь в пробку, уснешь, проснешься, где проведешь свое время с 9 до 6 условно, каким бы ни было это приключение путешествия, это сильно лучше, приятнее и интереснее, чем наша повседневная обыденность. И вырваться в нее даже на два дня, это великолепно. И вот сегодня я первый раз пробую ехать по треку, построенному в Гармин. Да, в моих часах нету полноценных карт, то есть я могу просто видеть, иду я по линии трека или ушел с нее. Но так или иначе, это оказалось безумно удобно. Ну, безумно удобнее, чем телефон, потому что, во-первых, я не трачу зарядку на телефоне, и что самое главное, мне не нужно в непонятных ситуациях останавливаться и отвлекаться на то, чтобы достать телефон, разблокировать, посмотреть карту, убрать телефон. Я вижу все по ходу дела. Через сколько у меня какие повороты, как, куда мне ехать, ушел я с маршрута или держусь по нему. На одометре 90 мы подъехали к городу Серпуху. Самое время, что правильно, пообедать, поэтому знакомьтесь, классическое место обеда велосипедного туриста, автобусная остановка. Отменился обед на остановке, там было слишком, слишком большой трафик был, я решил, что нет, не дело кушать в таком месте. Поехал чуть дальше, проехал Серпухов и нашел. Вот это чудо! Давайте уже по традиции подведем в итоге обеда и поедем дальше. Сегодня был борщ от Галла Галла и была гречка, тоже от Галла Галла. Сублиматор. Борщец. Оганевок. Борщец очень хорошо и приятно зашел. Гречка. Нормально. Как и в прошлый раз, гречка не вызывает у меня никаких супер положительных эмоций, мне не хочется восхвалять ее, но ничего отрицательно тоже не вызывает. Нормальная гречка. Все, топливо закинули, оно сейчас начнет работать, давать нам энергию, поэтому надо мчаться дальше, пока внутри есть топливо. Я сегодня должен был ехать с товарищем, но он не смог с утра по личным обстоятельствам сказал, что братан, гони без меня, я не успеваю. Ну и я поехал один. Вот. А пока я сейчас катался, делал подсъемы, летал на коптере, он написал, что дружище, я мчусь, жди меня, если это возможно. Поэтому, да, мы немножечко теряем, конечно, световой день. Кажется, будем ставиться по темному, возможно, развлечению. А может, а не будет. Может быть, нам повезет, мы нормально найдем место, встанем, все будет сухо, классно. Я догадываюсь. Привет. Я старался, как мог. Слушай, я очень рад тебя видеть. Я очень удивлен, что мы все-таки увидели все. Зачем поход окончательно перестал быть одиночным гашам. Ну и история классическая. Ехать примерно 20 до точки ночевки, до заката часа полтора, может быть, два в лучшем случае. И никакого понимания, где и как мы будем останавливаться. В любой вылазке, назовем это вылазка, бывает момент, который заставляет тебя сделать и он все окупает. Вы просто посмотрите. Безумный закатный свет, лес, те самые дорожки, о которых я мечтал и говорил сегодня утром, едя по городу, то, что не хватает природных, маленьких, пустых дорог. И вот они и вот они разбиты, но тем не менее есть. Это безумный кайф и ты как дурак. Однажды это попробовав, дык-дык-дык-дык-дык, остановиться уже не можешь и выходишь все в новые, в новые, в новые вылазки просто ради того, чтобы еще разок хотя бы на секунду это увидеть и снова почувствовать это. Солнце уже покидает тихоньку этот мир, заходит за горизонт. Мы почти доехали, почти до Туле, у нас до точки выезда на грунты осталось полтора километра и дальше начинается неизвестность. Но как же уютно в эти деревеньки, дорожки. Такой закат за нами. Вперлись какую-то кучу песка. Ищем место для ночлега, солнце уже низко-низко, но кажется, впереди виднеется полянка, которая подходит. по крайней мере Ризделья выглядит перспективно. Надеюсь, сейчас будем оставиться. Успели мы поставиться под самый-самый-самый закатик. Солнце уже ушло. Ужины. И до встречи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ночью был дождик. Я часа в четыре примерно утра проснулся от того, что дождь барабанит по палатке, но благополучно перевернулся на другой бок и лег спать дальше. К слову, кстати, о дожде. многие в видосе про распаковку апидуры спрашивали, почему, почему эти сумки, почему именно они и так далее. В целом, не обязательно апидура. Но самым главным, наверное, его критерием, по которому я выбирал себе сумки, это была водонепроницаемость. Потому что вот сегодня ночью лил дождик, велосипеды на улице, и ты абсолютно не переживаешь за то, что вещи внутри могут намокнуть. Вторым открытием, которым хочу поделиться в это утро, являются оп, 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 оп. Велосипедные, как их назовем, ну, штанины или чулки, пусть будут велосипедные чулки, ладно. В общем, оказалась очень удобная штука. Я купил в межсезонье рукава и чулки велосипедные. То есть мы получаем полноценный комплект одежды якобы из четырех предметов. то есть раньше я бы вез с собой короткие шорты для лагеря и для езды, длинные штаны для езды и для лагеря. А сейчас я везу с собой всего три предмета. Это короткие шорты для лагеря, короткие шорты для езды и везу с собой два велосипедных чулка. Место занимает в разы меньше, а функционал абсолютно такой же. Все, заканчиваем утреннюю болтовню. Пойду я. домой завтракать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встали, позавтракали, посмотрели Яндекс-карту осадков ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А в карте осадков Большущая туча Движется за нами Поэтому, что и силы Откручиваем, Пытаемся от нее уехать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убегали мы, убегали И не убежали 40 километров Было хорошо Чуть-чуть накапывало Иногда Но в целом было успешно Но вот на 41-м километрах Начало лить Ехать Противно Ветер задувает Очень тяжело Очень мокро Все уже насквозь Гошан еще по теплой погоде Примчался Без длинных штанов Дело Дрянь Мы По уши Да, по уши В том самом До дома Только что Прикинули Осталось 70 Дела следующие Мы сдались Начался вообще Людейший девич Мы Поэтому просто Заехали в МАК Я замерз Гошан Мне кажется Замерз Еще В разы сильнее Потому что У меня Хотя бы есть Чулки велосипедные Ноги закрыты Он Абсолютно открытый На улице Шпарит ливень В общем Мы заехали в МАК Перекусываем И Оставшиеся 50 километров До дома Мы Мучим На электричке Которая будет Через полчаса Да не Мы сейчас На самом деле Поедем еще Погода хорошая Сейчас Отогреюсь чуть-чуть И поедем Я даже В джушсухе Водой поеду Да не Кайф Очень холодно И дальше уже Есть просто риск Заболеть Травмироваться Застудить суставы И Веселье нужно Прекращать Когда он Начинает угрожать здоровью Поэтому Обедаем Ждем электричку И Мчим Домой Наглядно Показываю Почему мы Решили поехать На Электричке Обогнали На электричке Газовой фронт Приехали Здесь Сухо Тепло Ну Относительно Того Что было До этого До дома Осталось Примерно Двадцатку Уже Километры летят Незаметно Один за одним Особенно Когда ты едешь На электричке На электричке И дождь Противоречиво Противоречиво Ходить В целом В них Нормально Удобно Я Привык Даже Перестал Успытывать Какой-то Дискомфорт Но Самая главная Особенность В том Что При небольшом Попадании Песка Земли Чего-то Такого Они Забиваются Шипы Забиваются И Перестают Абсолютно Встегиваться Ну Невозможно Нужно Все вычищать Сразу Притирать С большим Трудом Они заходят Из-за того Что маленькие Люфты Зазоры Минимальные И Забиваются Они на Два Счета Соответственно Если вдруг У вас Какой-то Походик Где Вы точно Знаете Что ходить Придется Минимально Или не Придется Вообще В целом Можно Ехать Если Вдруг Есть хоть Малейшие Намеки На то Что придется Ходить Пешком Особенно Придется Ходить Пешком По Грунту По песку И так далее Только МТБ Тапки И шоссейные Это Страдания Много Возни Постоянно Их нужно Чистить Постоянно Не встегиваются Риски Сломать Шип Сломать Педаль В общем Ну А ну Того Определенно Не стоит Ну и на этом Пожалуй На сегодня Все Спасибо Что были с нами Эти два Безумно Насыщенных Дня Где была И одиночная Часть И совместная Часть И хорошая Погода И отвратительная Погода Мы покатались На электричке Что только Не делали Как всегда Два Походных Дня По внутренним Ощущениям Длиной В целую Неделю Спасибо За внимание Жмякайте Лайки Колокольчики И все Дела Подписывайтесь На канал Залетайте Страву Ну и хороших Вам путешествий До скорых Встреч Пока Пока Это грэв вообще Зазор Вела Руа У